МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнёр проекта торговая сеть Командор. В магазинах Аллея Командор Хороший можно купить всё для пикника по выгодным ценам. Ну что, у меня в руках лук, нож, и я этот нож специально намочил водой. Мы вот с Любой обсудили о том, что это помогает, чтобы наточить нож было перед началом. В общем, у нас в студии один из, уже можно говорить, победителей нашего проекта. Пикниковый период вместе. Сейчас мы будем готовить маринад к мясу. И маринад необычный. Посмотрите, тут киви у нас, помимо мяса, киви, лимон, ну и, конечно, специи и лук, который я постараюсь сейчас быстренько нарезать. А вы пока не скучайте и не плачьте. Пикниковый период набирает обороты, и мы каждое утро встречаем в нашей студии кого-то из победителей. Сегодня это прекрасная победительница в номинации маринады. У нас в гостях Любовь Берекова. Поздравляем вас уже. Но есть формальность перед тем, как отдать вам подарок, а у нас он есть, поверьте, пожалуйста. Нам нужно с вами сначала приготовить тот самый рецепт, который вы написали в нашей группе ВКонтакте. Мне сказали, что нужно лук нарезать, поэтому я старательно продолжаю резать лук. Что еще нужно? Но лук у нас не главный ингредиент, да? Познакомьте нас с составляющими вашего рецепта маринада. Главный, конечно, ингредиент, это у нас свиная шея идет. Мясо, конечно. Лимончик, киви, специи по вкусу и, соответственно, лучок. А что за специи какие нужно брать? Соль, перчик и у меня любимая приправа хмели-сунели. Это вот она, да? Да, это она. И, соответственно, майонез. И майонез в составе. Думаю, где же вот этот связующий компонент, который будет все между собой дружить? Вообще маринад из киви – это такая история легендарная. Как говорят, киви расщепляет мяско, оно становится особенно каким-то нежным. Правильно, я так понимаю, вы же часто такой маринад используете? Да, киви делает мясо очень мягким и очень сочным. Нет вот этой сладости, которая существует, например, как от других, от меда, например, или от манго. Киви делает очень сочным мясо, но не делает сладости. А нам не нужно будет киви как-то размельчать? То есть вот достаточно вот так вот слайсами такими нарезаны и все? Да, режем. Блендер не надо? Нет, блендер ни в коем случае не нужно, не рекомендую. Так. Нужно просто нарезать и долечками, и просто кинуть в маринад. Да, я уже чуть плакать начал. Трогательный рецепт сегодня, особенно для Руслана. Да? Санюха. Все. С лимоном что-то надо или я вам доверю? Да, лимончик нужно порезать на долечки так же, как порезан лучок и порезан на киви. Лучок у нас такими мужскими дольками порезан. Мне сказали, сильно мелко не надо нарезать. Да, сильно мелко тоже не нужно, но и не нужно сильно крупно. Ну, я думаю, что пойдет. Ты что-то тут навонял луком своим. Навонял. Вообще. Спасибо, Катя. Как вычислить пропорцию? Ты очень добра ко мне. Сколько нужно киви, лимона и лука на 1 килограмм мяса условно? На 1 килограмм мяса, но лимончика я тоже не рекомендую слишком много. Можно половинку лимончика, чтобы не был маринад сильно кислый. Им на 1 килограмм шашлыка нужно около 2-3 киви. Ну, вы так уверенно говорите, вы 1 раз это делали или 2-3? Нет, конечно, это наш любимый маринад. Много лет уже так делаете? Да, это делаем много лет. И скажите, еще из поколения в поколение передается? Нет, из поколения в поколение передается только порезан дольками лимона. Несколько поколений назад было сложно представить, что киви будет в доступе. Что такое киви? Это не птичика. Да, и не есть его, а в маринад. Таких изысков раньше придумать было очень сложно. А что делать? Что-то у меня руки чешутся. Может быть, мясо резать? Да, порежьте. То есть мясо должно быть некрупными кусочками. Помельче? Да, помельче. Мы тебе намекаем. Еще мельче. Ну нет, чуть-чуть, да. Шашлык видел в своей жизни когда-нибудь? Да. Режь как на шашлык. А, как на шашлык. Так вы бы сказали. Мы, оказывается, маринад к шашлыку готовим. Ибовь, ну расскажите, вы в этом году-то уже открыли свой личный шашлычный сезон? Тут какие-то... Да, открывали уже, да. Был шашлычок, ездили на дачу, кушали. Под замерзли, да, немножко? Ну под замерзли, да, немножко. Но кусочки все-таки... Еще меньше? Ну чуть-чуть, нет, побольше, наоборот. Ну там просто так жилка как-то идет. У нас в итоге гуляш получится. Потому что нужно его... Да, гуляш его уже нужно на шампур одеть. А шампур мы взяли? Немножко. Не взяли? Не принесли с собой шампур? Нет, мы принесли. И мангала нет. А уголь? Я думала, у вас все есть, поэтому со своим не пришла. Да, у нас все найдется, не переживайте. Сообразие сделайте. Чтобы нож наточить, конечно, для программы. Что вы вообще обычно есть на вашей пикниковой... Ну не на пикниковом столе, а на пикниковой скатерти, если вы отправляетесь действительно на шашлыки. Есть какие-то еще любимые добавочки к шашлыку? Овощи, разумеется. Обязательно овощи. И можно еще рыбку сделать. Ох, шампур. Фольгу ее, какую-нибудь дораду, например. Сверху положить лимончик. Фольгу ее положить. И очень вкусно будет. И киви. Нет, киви действует только для мяса. Мы еще делаем... Вы вообще киви просто так не едите, да? Кушаю. Есть такое, да? Бывает иногда. Добавляете в фруктовый салат. Объединение. Нет, ну я уточнил, я просто уточнил. На всякий случай мало. Нет, киви, конечно, кушаем. Любим еще также курочку. Но в курочку киви добавлять не рекомендую, потому что оно действует только в мясе. Очень вкусное, очень сочное. Ну мясо, собственно, это грубое такое волокно достаточно. Да, да, грубое, плотное. Да, да. Сейчас, дождите. Ты нож держал, но в своей жизни никогда не... Спасибо, Катя, давайте ты порежешь. Да нет, спасибо. Спасибо, Катя, за комментарий. Исключительно мужская работа шашлыка. Да, да, только что хотела сказать, что мясо это исключительно мужская работа. Зачем на работу взяли, ты думаешь? Нам шашлыки готовил тот. Да, давайте сейчас. Давайте уже приступим к смешиванию того, что у нас есть, пока ты дорезаешь последний бедный кусок. Готово. Так, берем трелочку. Соответственно, перекладываем сюда наше мясо. Нужно сюда добавить лучок. Весь? Можно не весь, в зависимости от количества мяса. Ну да, мы взяли только пробный образец мяса, чтобы не так было жалко продукт. Да, добавляем сюда лучок. Добавляем перчик. Так, соль у нас пошла? Угу. Так, соль. Как долго будет мариноваться этот шашлычок? У нас много времени нет. Сколько времени нужно киви, чтобы оно сработало? Пять минут? Нет, лучше маринад я советую от двух часов и выше. Два часа? От двух часов и выше. За два часа промаринуется? Да, промаринуется. Киви настолько мощный? Я знаю, что чем больше киви вы положите, тем больше, меньше нужно будет времени для того, чтобы она настоялась. Столько киви, сколько нужно положить, чтобы минут за пять получалось? Можно так как-то? У нас много времени нет эфирного. Пять минут. Руслан, у нас же реальное время. Хорошо, ладно. Два часа так мне нравится. Уверенная. Не, на самом деле, два часа для маринада шашлыка, это тоже очень быстрый вариант. Ты дома замариновал, пока ты добрался, пока ты развел, уголечки подогрел, и все у тебя уже состоялось, и мангал поставил. Пока нож наточил, к слову, опять же, два часа, да, и вот, и все. Да, можно лимончик еще вот так вот немножко. Сока, да? Да, вода немножко. Но это сильно тоже не надо, потому что будет очень кисленько. А так вот лимончик размешать все очень хорошенечко. Соответственно, попробовать, добавить, может, еще какие-то любимые приправки у вас есть. Не обязательно. Это мы любим приправки. Сахар? Нет, сахар тоже по желанию. Любимая специя. Мед. Так, а есть какие-то критерии для киви? Ведь тоже бывает фрукт какой-то удачный или в сезон, а бывает раз, и он абсолютно дубовый экземпляр тебе попался. Он сработает с мясом? Нет, все-таки киви нужен все-таки немножко, чтобы он мягкий был, чтобы он все-таки выдал какой-то сок для того, чтобы наше мясо равномерно промариновалось. Как это выглядит красочно? Вот вы посмотрите, я прям хочу, чтобы крупным планом показали. Зелененький, желтенький, беленький. Уже аппетитно. За этот аппетитный вариант маринада мы готовы подарить вам заслуженный подарок для того, чтобы в следующий раз, отправляясь на пикник, вы долго не думали, а сколько мы на это потратим, а как мы потратим, а стоит ли это вообще того? Нет, ни в чем себе не отказывайте. Партнер нашего пикникового периода, это известнейшая и одна из крупнейших сетей Сибири, командор, которая хочет, чтобы вы приходили и просто радовались в каждом из их магазинов. Хотите в аллею, где огромный ассортимент, хотите в командоры рядом с домом, хотите в хорошие, где тоже все есть и для пикника в том числе, и по приятным ценам. Вот так вот, смотрите, и карты, и пакет, все это достается вам. Спасибо большое. С любовью, ваш командор. Ну и помашите вашим любимым сопутчикам на всех шашлыках, они прямо сейчас на вас смотрят и за вас радуются, и, наверное, перед экраном вам хлопают, аплодируют и претендуют на то, чтобы вместе с вами сходить в командор. Единственный нюанс в том, что, конечно, ребята, кто привыкли есть приготовленный любовью шашлык, этот мы заберем себе, этот мы будем сами, пожалуй, дегустировать. Ну а также хотим напомнить всем нашим зрителям о том, что пикниковый период продолжается, и еще не во всех номинациях мы подвели результаты и вручили подарки. А это значит, что вы тоже можете оказаться здесь, на этом месте и приготовить какое-то, допустим, что у нас еще осталось? Напиток, по-моему. Напиток, да, пожалуйста, закуски. В общем, ваше любимое блюдо должно оказаться в нашей группе ВКонтакте, чтобы следующий подарок от командора оказался в ваших руках. Партнер проекта – торговая сеть «Командор». В магазинах «Аллея Командор Хороший» можно купить все для пикника по выгодным ценам.